Я говорил с одним парнем и говорю, вот когда ты видишь красивую девушку, какие у тебя мысли? Как вы думаете, какие у него мысли? Так нас чему учат, так сказать, чему раньше учила партия, чему нынче учат телевидение? Затащить в постель, всё, других вариантов-то нет. Я ему объясняю, говорю, когда ты видишь красивую девушку, у тебя выходит энергия. Так вот, эта энергия распределяется на три уровня. Первый уровень души, второй уровень сознания, третий уровень тела. Уровень тела – это затащить в постель, получить, так сказать, удовольствие от реализации инстинкта. Как выглядит уровень духа? Общаться, подвиг ради неё совершить, от бандитов защитить, что-то есть, так сказать, подарок сделать. Это уровень духа, когда он мечтает, вот я сделаю, я помогу, я о тебе позабочусь, я тебя буду защищать. И вот это желание, готовность сделать это, это уровень духа и общения и прочее. А уровень души как выглядит? А уровень души выглядит так. Я тебя люблю. Поэтому я ему говорю, когда ты видишь красивую женщину, ты внутренне мысленно говори, я тебя люблю. Тогда душа будет работать. А если ты не скажешь, я тебя люблю, у тебя будет включение на уровне постели. И каждая красивая женщина, которая проходит мимо тебя, будет делать тебя инвалидом. Потому что у тебя будет включаться только первый этаж. А для того, чтобы он не повредил высшему, первый этаж у тебя отключен. Вот и всё. А когда ты говоришь, я тебя люблю мысленно, то у тебя энергия идёт в ощущение любви, радости. И идёт правильное, так сказать, распределение энергии. Всего на всё. А женщины, а плохому человеку? Так вот, что? Дело в том, что каждый человек божественен. Каждый человек, поэтому, так сказать, не любите человека, Бога в нём надо любить. То есть его, так сказать, мы же все едины. Дело в том, что если вы, у вас всего две позиции в душе, либо чувство любви, либо агрессия. Если вы подавляете чувство любви к человеку, у вас вспыхнет агрессия. Вот идёт мимо человек, вот я чувствую, что возник какой-то контакт. Я мысленно говорю, здравствуйте. То есть вот это чувство тепла должно пройти. Если вы сдержите это чувство, возникнет агрессивное чувство. Поэтому ещё раз говорю, так сказать, если есть возможность здороваться, здоровайтесь. Если есть возможность тёплое чувство продемонстрировать, демонстрируйте. Не можете внешне, внутренне, мысленно. Но они должны работать. Иначе, если вы их будете подавлять, включится агрессивность.